Всем привет, это Agents of Vect. Не успел у нас закончиться, так сказать, сезон весеннего командника, четыре игры, которые выходили последние несколько выпусков на нашем канале, как тут же стартовал уже летний командный турнир. Но всему виной не скоротечность времени, скорее всего, да, не то, как близко друг к другу поставлены эти турниры, а то, что на самом деле у меня очень долгое время не выходило каких-то новых выпусков, нового контента на канале, ну, потому что были летние отпуска и прочая такая ерунда. Но это все не важно. Важно то, что турнир наконец-то прошел, мы там отыграли командной ГЧСИКС, ну, как обычно, в общем-то, я с парнишками навсегда. Я в этот раз играл Даркельдарами. Ну, я думаю, из названия ролика вы уже поняли. Никаких вам тиранидов, никаких орлей. К сожалению, Даркельдары кандовые, мощные. И давайте, наверное, не теряя времени, сразу взглянем на мой ростер, что я насобирал такого спортивного и такого метового, можно сказать. Но, на самом деле, составление ростера я начал с того, что посмотрел, а чем там на Гунхаммере играют. У меня очень долгое время не было в Вархаммере, да, я отсутствовал, я не играл, не тренировался, я выпал из меты, не в курсе последних апдейтов, ничего. Вообще, новая книга, вот этот Нефилим вышел. О чем она? Как это играть? Какие там правила ребаланса? Мы этого ничего не знаем. Нам нужно это все буквально за неделю до турнира наверстать. И, да, если все так ребалансировалось, чем же Даркельдары играют? И, в общем-то, в общем-то, раньше, если все играли нормальной такой ордой врэков, то сейчас мы из топовых ростеров видим тулбокс, старый добрый тулбокс. Хотел бы я, конечно, верну, ну как, не вернуться, а начать отыгрывать толпой врэков. Да, на самом-то деле вам на это смотреть будет очень-очень скучно. Баттл репорты будут незрелищными, игры сами будут неинтересными, оппонентам будет уныло, мне будет скучно. Четыре причины, а первая причина это ты. Ну и что ж, что же у меня там? Если у нас сейчас в моду вернулись тулбоксы, нужно собирать свой тулбокс. Давайте посмотрим на мой. Нас встречает патруль пророков плоти, который возглавляет Дрозар, на котором докуплен варлор трейд, хейтрид этернал, который позволяет ему реролить ту хит ту вунд. Дальше у нас идут вся трубца забита врэками, пятерочками врэков по пророкам плоти, которые у нас в трансухе, в четвертой тофне. Далее идет две пачки гротесков, две по шесть. Ну, то есть по максимуму. Я их, конечно, обычно любил водить по пять, дабы не было фигни с когеренцией, вот этой вот, не было фигни с бластами, ну и чуть подешевле это стоило. Но сейчас я подумал, очки лишние есть, надо забить все в мясо, места не хватает, а гротески у нас будут выполнять роль пушечного вот этого самого места. И, в общем-то, ну, типа, типа все, вот наши пророки плоти. Гомункула? Нет, гомункул отсутствует, потому что А. Это лишние очки, Б. Это... А что он будет делать? В. Пророки плоти не нуждаются в присмотре гомункула, ну, практически за исключением, за некоторым исключением. Они практически всегда будут вундиться у нас на 4+. Ну, за некоторым исключением, да, эти исключения мы потерпим. Поэтому, да, экономим на гомункуле, экономим на количество персонажей в ростере, потому что все будут стремиться убивать наших персонажей. Ну, вот, примерно так. Второй патруль это Культ оф Страйв. Возглавляет мастерица Сукуба. С Сукубе мы взяли Релик Триптих. Ну, классическая Сукуба. Я взял Варлорд Трейд на рероллы всего проваленного. Мне это как-то... Я ненавижу... Вот другой Варлорд Трейд, это когда у тебя на шестерки тухит, идут Морталки по количеству дамага. Но я так не люблю эту нестабильность. Ты никогда не знаешь, сколько шестерок ты кинешь. Чаще всего из десяти атак ты ни одной не выкидываешь, поэтому ты на нее надеешься, она тебя подводит. Такое я не люблю. А вот рероллы полные провала, тут наоборот. Ты на нее не надеешься, а она показывает класс. Поэтому вот стабильность против удачи, я выбираю стабильность. Дальше. Внезапно. Хикатрит с Бладбрайтс. Десяточка Грейжиных Вичей. Никогда вообще в жизни я не брал Грейжиных Вичей, потому что всегда это считал баловством. Ну, не поймите, у них такой бонус бредовый абсолютно. То есть на шестерку ту вунд у тебя АП минус 4 становится. То есть, ну, вместо минус 2. И типа, ээээ, зачем? Куда? Почему всего лишь? Ну, пфф... Всегда отруборнов предпочитал. А тут как бы подумал. Повальный армор в контемпт. у всех поварарморщиков у всех поварарморщиков отличная броня, которую надо как-то проколупывать, прорезать и как бы вот эта вот обилочка вичей на отличный армор пирсинг она будет ролять, плюс вичам возьму побольше атак у них слабая сила, я практически всегда если будут на что-то существенное ими нападать, буду подрубать стратагему на реролл ту вунд буду там, не знаю, все реролить и искать очень много шестерок, которые через арморов контемпт будут прорезать как нож сквозь масло, примерно ну такой вот у меня план такой план, пятерочка инкубов дальше идет, но это понятно у данных из инкубов, 2 по 6 гелионов гелионы у нас в ростере выступают как юнит, такой застрельщик фаст атака, парни, которые умирают первыми, а если не умирают, как-то харасят оппонента плюс их по 6 в юните можно без труда ставить скрэмблер плюс тогда они встают на край четверти делают 14-ый мув залетают на больше, чем 6 дюймов от края четверти и на первый ход уже могут поставить скрэмблер где-то далеко потом, естественно, они скорее всего умрут если не умрут, нападают на каких-то бомжей даже на каких-то маленьких примарисов с дамагом 2 все, их сразу из ботинок вышибают ну, минус, конечно, что да арморов контент тут не контрится это да, плохо, плохо, плохо ну, имеем, что имеем и кабал черное сердце третий патрулец у нас совет архонта встречает нас ну, маленький маленький 4 змеи ламия ламия для того, чтобы она как сержант у нее высокое лидерство и 2 ургуля на ургулях я сэкономил потому что ну, этот юнит он по большей части стоит где-то сзади это твой прочный хоум-скоринг который какая-нибудь вражеская артиллерия хрен зарубит а если нет, то это такой нормальный контр-чардж архонт классический с джинблейдом и эншент-евил потому что нужен кто-то тормозящий у нас армия как вы видите очень сильно в рукопашный уклон потому что у нас здесь же 2 юнита инкубов еще у нас 15 инкубов всего под дразаром под архонтом мы будем много рукопашить и нам нужен кто-то с тормозилкой 2 отряда врэков можно кабалу добавить врэков мне они нравятся больше стандартных кабалитов которые получали бы плюшки от черного сердца но врэки не будут никакой плюшки получать они будут просто получать четвертую тофну и пятый фнп что в качестве для трубцы живучесть гораздо важнее чем плюс один по пауэрфромпейн 3 рейдера чтобы возить всех персонажей всех инкубов и 3 пачки врэков в качестве подушки безопасности для инкубов такой ростер что хочу сказать хочу сказать то что растира которые я видел на гунхаммере они строились вокруг риал спейс рейдер детачмента вокруг одного батальона где архонт гомункул и суккуба но без дрозара с одной стороны в этом есть смысл потому что в нафилиме ты платишь очень много нет бесплатного релика и бесплатного варлорд трейд ограниченность в кп их меньше и тратишь на все вот а тут пожалуйста альянс агонии стратегемка позволяет тебе сэкономить одно командное очко на варлорд трейдах но на мой взгляд разменивать дрозара его мощь на всего лишь какое-то одно командное очко нет я к такой жертве не готов в принципе люди играют и без дрозара все у них хорошо получается и побеждают но блин ну вы посмотрите дрозар он такой крутой это супер миниатюра да и вообще это отличный нарезатель а когда твой оппонент постоянно каждый раз новый оппонент у тебя спрашивает а что он разве не активируется второй раз в конце файт фазы нет он сразу активируется второй раз и эти моменты бесценны поэтому дрозара я беру всегда и без него я не готов идти в бой не готов я от него отказываться ух ну что ж давайте обратим лик уже к нашему оппоненту против нас сегодня выступает Death Guard команда Hammer of Rust наши так сказать старые знакомые команда я бы сказал по уровню она практически равна нашей мы примерно ну один к одному мы примерно идем да мне достается гвардии смерти я не то чтобы сильно горю желанием с ними играть но на мой взгляд я на этот ростер поставил оценку такую что я сыграю примерно в ничью и ну судя по всему никто другой из нашей команды лучшим результатом похвастаться бы и не мог а те кто мог они уже ушли на другие более сложные паринги поэтому мне достается гвардия смерти давайте взглянем на их растерок что там у нас первое что бросается в глаза это много отрядов плагмаринов закачанных закачка у них практически бесплатная да поэтому много всяких прикольных штук можно брать 2 2 раны 5 это фна минус дамаг ну минус дамаг это для нас неприятно конечно но количество атак которые мы делаем мы можем в принципе компенсировать компенсировать поэтому сильно это не боимся однако нам бы лучше конечно каждую пятерочку добивать сразу же потому что флейлы флейлы конечно чуть-чуть понерфили они не такие что были раньше то есть раньше дамаг с флейла он распределялся по остальным отрядам по остальным моделям да то есть 6 дамага 3 атаки по 2 дамага да это 6 дамага там 6 одновундовых моделей уничтожает дарк ангелы так все еще могут десгард слава богу нет дальше что у нас есть бокс волкеры отлично вспомогательные такие отряды блевометчик который заставляет в большой в большом радиусе драться всех последний ты как будто еще и не чарджил в общем отвратительная штука его надо как-то точечно вырезать каким-то героем будет биологусы там лорд во феррулендс кастер это все как стандартное сборище персонажей и героев по десгарду 3 автомобиля 3 мортиры которые будут нас мучать ласками будут стрелять своей артиллерией небольшая ринка которая тоже я думаю может наделать дел где-нибудь заехать куда-то в четверть встать на точку где-то где-то перегородить в общем неприятно неприятно но ударим ударим по плагам сметем плагов если получится уничтожить блевометчика сукку допустим закинуть чтобы она перепрыгнула тех кто окружает блевометчики и зарезала его например да то то будет хорошо а потом уже можно заняться десшрауд терминаторами примерно так наверное будет будем думать а теперь давайте уже посмотрим на расстановку и кто куда встал что за миссия и погнали играть первый тур с нами сегодня Влад привет это его ДГ но сначала о нас расскажем длинные стороны расстановка Defend Descent Миссия 6 гротесков 6 гелионов здесь Совет Архонта десятка вечей пятерка в реках все три рейдера Суккуба 5 инкубов 5 в реках Архонт Архонт 5 инкубов 5 в реках и Дрозар 5 инкубов 5 в реках здесь 5 в реках из кабала шестерка гротесков и шестерка гелионов здесь у нас ДГ две пятерки полагов с флейлами кроулер пятерка дешраудов здесь колдун здесь лорд блевометчик двадцатка боксов здесь десятка плагмаринов еще один краулер здесь дрон еще две пятерки плагмаринов вот примерно так и можно ну по миссиям я взял Тейдом и лайф античетверти и скрэмблеры мой оппонент взял ноу-призонерс ссать на точке и диспоил деграунд ну что кидаем кто ходит первый криво снял кубов куда не навел камеру но это из-за суеты и небольших небольшого нервика четыре у меня единицу оппонента я хожу первый не сказать что я желаю ходить первым потому что мне нужно будет вылазить из-за уютного укрытия принимать первый удар на себя хотелось бы чтобы оппонент в положении был нужно ставить на центр вреков потому что условие миссии таково что кто контролирует центр получает два очка кто убивает юнит на центре тоже получает два очка вреки на центре скорее всего умрут мой оппонент тоже два очка получит но если я вреков на центр не поставлю то мой оппонент поставит вреков на центр и опередит меня таким образом на два очка поэтому так себе так себе придется уже сразу начинать играть в размен ну а остальным юнитом скорее всего буду потихонечку по чуть-чуть приближаться к точкам в нейтральной зоне и ждать пока мой оппонент выйдет мне навстречу и нанесем тогда удар ну да ладно начинаем игру начинаем первый ход я завершил свой первый ход у меня ничего вообще принципе не происходило вот здесь гиллионы поставили скрэмблер вот здесь гротески подошли сюда одной моделью встали на эту точку ожидаем прибытия ну какой-то вот этой вот машины с зонокосилкой вот здесь в рейке добежали за цен на центр вот эти вот в рейке вот сюда просто был блин как как же тебя advance на 3 дюйма все центр взяли это два победных очка по дополнительной первичке вот здесь гротески чуть-чуть просто к стене поближе подошли и в принципе все гиллиона немножечко растопырились на втором этаже я в конце получил до сделал скрэмблер один античетверти два очка сейчас не на первый ход уже делаются и два победных очка за удержание центра все вход дг вот здесь вот подошли к стенке все плаги газонокосилка у нас подлетела на точку встала задискорила эту точку потому что там одна модель тут одна модель все это вроде понятно здесь с адвансом подбежали сюда десятка плагов блевометчик сказал за стратагема что аура его блевомета на 12 дюймов я за агента векта это дело засрал и теперь где-то стратагема будет стоить дороже здесь мы видим без шраудов здесь два кроулера ну в общем то принципе ничего здесь встали на точку парни плаг кастер навесил минус тухит на этих парней и второе заклинание он провалил это плюс сила плюс тофна дальше вот короче смотрите вот это вот ерунда у меня торчит торчит вот вот эта ерунда и по ней у меня постреляли две мортиры ну что тут можно сказать я прожал минус тухит и в двух ранах он остался потому что все мортиры без лоса сюда били да все мортиры без лоса сюда били а энтропийка принципе я паре роли в инвуль на единственную энтропийку которая пробирала и все 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 было хорошо дальше вот здесь spread the sickness на эту точку был сделан центр в реке в реке здесь вот ласки энтропийки были в этот отряд в реках здесь гранаты и мельта дело в этот отряд в реках пулемет оттуда тоже бил вот один в рек остался прошел ледак но точку я потерял в любом случае но юнит как бы сохранился два очка за контроль центра получил у меня оппонент и да засрал вот эту точку я сейчас держу одну точку в своем диплое все так ну что нам теперь делать оппонент выдвинулся оппонент захватил центр в рек до единственный в рек он выжил это конечно хорошо но ничем не не дала центр был перескорим труб совым отрядом мне теперь нужно как-то разделаться с газонокосилкой который встал на точку и там за стеночкой за газонокосилкой два отряда плагов мне кажется что отряд гротесков выпилит два отряда плагов один за другим им помогут гелионы потому что один отряд мы отвлечем гелионами второй отряд съедим гротесками если если как бы нам не получится разобраться с газонокосилкой то и гелионами и гротесками придется нападать на газонокосилку но в любом случае потерпим потерпим большой отряд плагмаринов на центре нужно контр чарджить они конечно же у нас в ауре блевометчика поэтому все что все что на них нападет будет драться последним но если туда присоединить архонта который тоже заставит драться последними у нас будут какие-никакие шансы я думаю отряд вичей которых always fight first ну это конечно тоже будет это тоже будет как бы отменено блевометчиком но тем не менее тем не менее вичи туда пойдут отряд инкубов и архонт и мне кажется они с десяткой этих плагов справятся только так ну и к другой стеночки уже на самом на самом правом фланге отправлю тоже гротесков ну вот давайте посмотрим что из этого выйдет значит наш ход а была же уже ошибка ужасно гелионы сюда подлетели по чарджили этих парней нанесли всего лишь одну рану эти парни плаги естественно их уничтожили гротески зачарджили в другую пачку парней оставили там два два с половиной на в ответ две раны и великолепные фн и пешки были здесь выдвинул вот отсюда сюда вот рейдеры и мы обстреляли из ланцов уничтожили с двух ланцов газа на косилку дальше из одного из рейдеров я вот так вот спустил в реках архонта и инкубов мы по чардж или вместе с вичами вот вич и отсюда вышли вот так по чардж или вот отсюда десятку плагмаринов оставили 1 вичам подрубил рон ту вунд и этот один ушел на лидерстве и мы не сделали убивать но точку в центре захватили убили юнит это мне еще кстати плюс два очка здесь гротески пошли сюда тоже оставили двух с половиной там по моему даже вот эти парни то стоят на точке и продолжают стоять поэтому вот здесь гелионы просто вышли вот сюда здесь у нас в реке поставили скрэмблер и я никого не убил извиняюсь никого не убил в хтх но античетверть 2 очка 2 скрэмблер сделан и я держал начале всего одну точку сейчас мой оппонент держит 2 все второй ход дг значит у нас ход прошел а вот эти парни отступили от гротесков вот эти парни выдвинулись обстреляли гротесков два кроулера обстреляла гротесков один кроулер здесь умные с двух энтропии крейдер уничтожил до один враг и высадился в мир иной дальше эти парни сюда по чат жили град вот эти гротески показывали свинство на фнп поэтому один в трех ранах остался и убил здесь раненую модель которую ранили еще гелионы в прошлой жизни далее вот здесь вот у нас получили свой обмаз на минус тухит дэс шауды по чат жили им кубов уничтожили а подошел блевометчик подошел ворд сдулись с огнеметов вичей блевометчик кстати это он да он расширил за 2кп уже за 2кп свою ауру да на 12 здесь вот у нас были жестоко изнасилованы вот эти гротески потому что вот эти парнишки поражали стратагему на гранаты из гранат убили всех кроме одного потом начержение этого одного добили рина пчат жила гротесков на консолидации зашла сюда в четверг гелионы пока в принципе в порядке боксы заслали там точку в своем deploy и принципе это все был убитый вражеский юнит в центре это плюс два очка сейчас я снова держу так а мне кажется я эту точку держу а у тебя нет здесь при убил эту модель тогда я держу две точки ну вот ошибочка была да ну смотрите после этого хода я был немножечко обескуражен я был тебя будет сказал я бы даже ашарашен я был пятерка гротесков просто споткнулась и я не знаю как как поезд из мармелада кирпичную стену они врезались в этих плагов и ничего им практически не сделали а в ответ мои главные просто мои главные мускулы главное мясо и главный источник хулпойнтов хитпойнтов и фнпш и растаяли уничтожены из каких-то небольших таких ответок отряд плагмаринов в одном месте подрубил гранаты и просто гранатами их вычистил в другом месте ну стрельба стрельба была хорошей там гротески у меня тащили как могли но все равно остался всего лишь один это в мои планы такое не входило вы понимаете но гилю гиллионами я действительно погорячился надо было полагать что они там ну хотя бы две модели я же всем поражал очень большое количество атак но нет мы сегодня не пробиваем до десятку на центре мы конечно вычистили и это отрадно но я понимал что в центре там будет билет в один конец потому что будет контр-чарж будет вообще ужасно на тот ход у меня конечно отлично получилось из двух ланцов просто я не знаю это ваншот газонокосилки два ланца все сквозь 5 фнп отличные дамаги двух ланцов целую машину взорвать особенно такую назойливую как газонокосилка ну это это была удача в основном все в основном полный провал и да тут даже тот факт что плагмарин сбежал на ледоке я ждал что он я не думал что я уничтожу весь отряд я специально для этого подтащил туда отряд врэков чтобы было больше обсека но он собака возьми да сбеги на ледоке почему он не фирлесный весь ждг фирлесный ну как же как же так да и если бы я остался там и как если бы они не сбежали все бы были залочены в рукопашки они были уже окружены вечами никто бы никуда не вырвался вечи мы не отпустили и тому подобное все было бы гораздо лучше мы погибли бы хотя бы от чертжа дешаут терминаторов это более достойные сметки считаю чем тут от огнеметов стрельбу умереть ну вот вот так теперь я чувствую себя немного оголенным я чувствую себя слабым потому что гротесков у меня больше нет а противнику потерь как таковых я еще не нанес что делать наш третий ход подошли сюда суккуба им кубы здесь стояли у нас соответственно точке пятерка плагов суккуба их выпиливала немножечко отошла сюда гротеск подлечился за то что он профит со флэш вот так я растопырил брэков а вот просто ну че там увы перекрываем возможно да рейдер пустой уехал сюда на точку провунженный рейдер высадил дрозара и инкубов мы пошли сюда по чарджи лирину дрозар их убил а не высадились только пятерка в реках и мы ушли в аут фланг дальше архонт вот отсюда убежал сюда по чарджи лирину героически и вот эти вот в рейке вышли сюда все чарджи лирину точку вот эту мы отбираем далее мы гелионами подошли 6 дюймах от края четверти поставили 3 скрэмблер . контролица здесь моим оппонентом там античетверти два очка по античетвертям я сделал и в принципе да убил в хдх два отряда это раз плаги ирина 2 вот очередной дг значит у нас здесь обстреляли мортиры кроулеры инкубов уничтожили их дальше следующий кроулер у нас убил суккубу со стрельбы на там шальная ласка залетела и вот эти мальчики по чарджи ле одинокого гротеска из черджа его уничтожили дальше все это мувнулась вот сюда здесь у нас а вот этот товарищ гранатометчик 4 в река вот так убил тут 3 в рейка в принципе стоят ничего никто не делает даркшрауды подошли сдули огнеметами инкубов далее пытались чарджить здесь архонта не подчарджили архонт сделал heroic intervention убил всего лишь одного в ответ они его закопали здесь были обстреляны вот этим отрядом еще каким-то говном гиллионы осталось два зашли сюда один убил внук два плага зашли один плаг умер один гиллион остался в живых дрозара также отстреливал 3 кроулер подрубал минус тухит он четырех ранах ему пришла мортирка по голове оппонент получил два очка за центр он обоссал точку в центре и пока это все у меня сейчас . одна держится всего лишь очень сильно просаживаюсь по первичке ну как минимум в два раза и оппонента мне уже судя по всему не догнать у дг очень легкие миссии на заражение точек вообще стоишь там не стоишь action делается моментально то есть наплевать на присутствие рядом врага многие экшены невозможно сделать когда рядом стоит вражеский юнит там те же баннеры не поднимешь где же наплевать делай все нормально нормально легкая миссия дг казалось бы очень мощная рукопашная армия но стреляет они тоже тоже вот так вот отлично очень много потерь у меня именно от вражеской стрельбы пытался я какие-то свои силы рассредоточить по флангам потому что в центре самое мясо думаю сейчас на фланге как-то отступлю и там порежу этих чертовых плагмаринов не получилось меня там просто расстреляли и сейчас у меня остается дрозарыч надо как-то может быть попробовать уничтожить героя в рукопашку это мне принесет некоторое количество очков скрэмблер 4 я слава богу поставлю подсуетился вовремя на убрал рейдер с фреками в аут фланг сейчас вот они выйдут на это тоже цп надо будет потратить цп очень мало в начале я всего я игру начинают всего лишь с одним цп потому что всем нужно выдать warlord и ты еще два релика раздать кошмар короче понимаю что игра идет далеко не в мою пользу сейчас бы не проиграть катастрофически так что давайте смотрим дальше наш четвертый ход мы вышли из аутфланка рейдером высадили в рекам за цп поставили последний скрэмблер вот здесь вот херовый адванс с нашей родной точке херовый адванс и не до чардж или ну там обстреливали конечно но без толку и ванса там тоже стреляла в этих парней но без толку здесь дрозарыч вот сюда пришел и уничтожил плакастером алиганта здесь последний гиллион но не смог он две раны нанести нанес только одну в ответ сгинул по античетвертям у меня две скрэмблеры поставил все здесь не дача отжил у меня оппонент держит весь центр вообще все держит и все четвертый ход оппонента мне один цп так ну что у нас тут произошло в общем-то у дг все просто они просто вот эти вот товарищи 2 лорд и огнеметчик сюда подошли из дули дрожара минус он а здесь паксы и dark shroud и атаковали совет архонта убиты все змеи и один гуль в одной ранее в ответ я убил что-то порядка трех или четырех факсов четырех эти товарищи все зашли короче в моей четверти я на свой пятый ход судя по всему уже античетверти никакие делать не смогу а держу одну точку вот этим рейдером в общем-то и все дела мои плохи ладненько ну чтож это хотя бы не wipe out дрозаром я зарезал единственного героя которого смог и теперь ну как-то надо чем-то попытаться добить не знаю добить отряд в рукопашную например за одно очко других каких-то путей нафармить очки я не вижу не вижу конечно до чарж совета архонта вот в трех плейк маринов на точке он сильно много бы не принес я вряд ли бы трех плейд маринов там убил ну 5 ран там 5 ран на них было если насколько я помню очень маленькие шансы конечно если вами аморталки пронесет этого это это было бы да хорошо но они просто не до чаржили а если бы даже до чарж или до контр-чарж те же самые паксы бы в них зашли точно так же и все бы кончилось тем же самым что мы видим в данный момент так что просто пятый ход до свидания там ничего не произойдет уже просто давайте подсчитаем что вообще получилось каким счетом я продул но смотрите на свой пятый ход я что сделал много ничего не сделать да просто отступил советом архонта отсюда снова чаджем в рейке вот отсюда под адванс или и всеми водам рейдер оттуда уехал тоже чтобы на всякий случай чтобы точно убить этих парней этих парней мы убили получили одну очко подарок эльдарской миссии и на этом все что могли мы сделали не очень много так что теперь сейчас просто посчитаем что у нас дг может сделать да и все короче конец игры пятый ход дг все что он делает он встает во все четверти делает все точки в контейнджин рейджи единственное что он не может делать это зайти в мою диплойку по миссии диспоил за граунд он получает 12 значит уничтожается у нас совет архонта и пятерка в последний ход это дает моему оппоненту к по ноу призонер то есть это 142 раны до 142 раны это 14 очков плюс 2 дальше у нас по заражению точек также взят кап просто он заразил все . каждая . да допустим вот это раз-два-три это уже 12 очков и там у себя 15 вот то есть свои диплой плюс 3 очка в нейтральной территории плюс 4 очка за каждую обоссанную точку это тоже кап и того мы посчитались по первичке у меня 24 моего оппонента 45 и 16 60 97 счет это 17 3 в пользу дг ну вот такие спасибо за игру ну согласитесь далековато до ничей на которую я рассчитывал в общем-то что поделать очень сильно я недооценил дг и свои силы я тоже переоценил но то что случилось на второй ход когда гротески подчарджили ничего не сделали и умерли это просто переломило мне хребет и дальше не мог я то есть если бы я хотя бы по два очка вход по первичке получал это еще куда не шло как-то более-менее бы шли ну конечно с преимуществом сторону оппонента не в мою но было бы не так не так сильно не такой сильный проигрыш 60 очков это слишком мало слишком мало ну и да что убрать дар кальдаром какую миссию я все рассчитывал на античетвере потому что ну другого ничего в голову совершенно не приходит а античетвере так сильно понерфили это просто кошмар ты конечно начинаешь их делать в первый ход пока чё толку потому что в дальнейшем они приносят тебе в два раза меньше очков чем было это вообще никуда не годится так что это надо по три четверти каждый все пять ходов три четверти свободными от оппонента держать чтобы получить это это просто невыносимо если думать разменяться на просто выполнение четвертей то тоже много не получишь и ты должен распылять свои силы фактически у тебя какие-то из юнитов просто улетают в четверть и там ничего не делают это можно было бы брать допустим каким-нибудь орлики нам потому что у них юнит и стрелковый он может улететь и оттуда хотя бы пострелять если рукопашная армия то простые четвертухи это не вариант для них вот античетверти гораздо лучше работают поскольку тебе так или иначе приходится убивать кого-то миссия тебе просто диктует где ты это будешь делать чуть удобнее но раньше конечно было лучше а у гвардии смерти по сравнению со мной миссии просто халява просто халявка бери да делай ну да ладно да ладно наша команда по итогу взяла ничью с командой хаммер офф брат несмотря на моё катастрофическое поражение у нас были ребята которые отлично справились взяли много очков поэтому ну как-то компенсировали вровень пошли вровень и принципе я доволен доволен несмотря на то что я проиграл команда выступила замечательно мы не проиграли это уже отлично и во второй тур идем против команды power rangers фавориты одна из самых крутейших команд ребята которые претендуют на медальку на какое-то призовое место а вот с ними уже будет совсем другая история так что смотрите в следующем выпуске не переключайтесь подписывайтесь ставьте комментарии пишите лайки пока пока